Ну что, добрый вечер. Мы продолжаем наши эфиры. Сегодня вечером в гостях с нами Гоша Семенов, SEO, BlueSleep. Гош, привет! Привет! Слушай, расскажи, пожалуйста, сначала в двух словах о твоей компании, что такое BlueSleep и почему BlueSleep, откуда это появилось? BlueSleep — это Director Consumer Business товаров для сна. Ну, не можно сказать, в общем-то мы лидеры в этой категории в нашей стране. Мы копируем бизнес-модель, которая показала себя на Западе, Каспер, Симба и так далее, только со своим подходом, с фокусом на прибыль, как это требуют от нас русские инвесторы. Собственно, меняем подход к покупке понятных продуктов, товаров для сна на русском рынке. BlueSleep, потому что искали что-то со слипом, так как у нас английские партнеры, из вариантов было хаш-слип, потому что хаш-хаш-пэйби-слип. Но когда ты думаешь о хаше в России, то все-таки это армянский пахмельный суп, и ассоциации были не очень. Сам продукт откуда появился? Продукт появился из Англии, мы его производили вначале там, разработали там с английскими технологами и долгое время импортировали. Потом, когда подтвердили бизнес-модель и нашли здесь контрактное производство, перевели все сюда. А уникальность? Есть хоть какая-то все-таки у продукта? Ты очень много рассказываешь. Я видел видео, космическое количество этих видео, я потом тебе задам этот вопрос. Но все-таки, что уникального в продукте? Ну, во-первых, мы разработали с английским технологом, и аналога вот прямо один в один нету. То есть есть похожие по ощущениям продукты, которые можно купить в других сетях в том числе. Купишь ты их силу организации экономики и аппетита к марже сильно дороже, потому что у нас нет розницы, дистрибьюции, оптовых складов и так далее. Поэтому это раз. Два, у нас есть микропружины, которые тоже, в общем-то, мало где ты можешь найти. Какие-нибудь кинку или, например, в Асконовском есть схожие микропружины, но они чуть-чуть другой формы. Ну, то есть это не чистый маркетинг для клиентов, что вы такие уникальные. Этот продукт действительно под собой подразумевается какой-то особенный, да? Да, да, конечно. Я, когда лег на ваши подушки первый раз, стал спать, я на самом деле почувствовал просто, что мои старые были, что мои предыдущие подушки были уже старые. И все, поэтому, может быть, они так намного лучше и показались, но сравнить с другими не было возможности такой. Хорошо, расскажи, пожалуйста, то есть вы, по сути, свой бизнес построили на том, что вы оцифровали, диджитализировали, оцифровали, да? А стандартную оффлайновую историю с матрасами? Потребительскую модель, да. Как она выглядела раньше? Ты, значит, едешь с женой в торговый центр, приезжаешь туда, идешь в большой сетевой магазин, где перед тобой 150 матрасов. Ты не понимаешь разницы между ними вообще. Спишь на одном, не спишь и ложишься на один, второй, третий, четвертый, седьмой. В десятом ты не понимаешь разницы уже между седьмым и пятым. Продавец тебя ведет по отработанному продажному сценарию, когда тебе в результате продают почти самый дорогой. Ты уже измотанный просто как бы покупаешь его, уходишь оттуда, тебе через пять дней, дай бог, если привозят открытый матрас, заносят в квартиру хорошо, если ничего не сносят, тебе кладут его, ты спишь на него неделю, понимаешь, что это не твой матрас. Нравится тебе это или нет, ты его вернуть туда не можешь. То есть получить деньги невозможно ни в одном магазине сейчас. И максимум, что ты можешь сделать, это обменять на другой и, соответственно, пройти заново вот этот весь круг ада. И эта модель, что интересно, она, ну, потребительская модель, она универсальна для всего мира. То есть не только у нас было, это и есть до сих пор во всем мире. И, собственно, мы, ну, и там, и американцы, которые это частично придумали, они взяли и переработали это, как правильно сказал, цифровизировали, потому что у нас бизнес-модель называется еще DMPB, Digital Native Vertically Integrated Brand. То есть мы родились в онлайне и движемся полностью цифровыми всеми метриками в решении всех вопросов. Слушай, ну, оффлайн вам будет нужен в какой-то момент все-таки открывать шоу-рум, магазины? Знаешь, это большие дебаты у нас внутри. Мы, когда запускали, сделали оффлайн небольшой, у нас было три шоу-рума, и это был полный фейл. Мы сожгли кучу денег, и это не работало. Если мы бы сейчас открыли шоу-румы с уровнем знания, который у нас есть у бренда в Москве, они бы работали сильно лучше. Может быть, даже они там были бы в нулевые. Поэтому для нас оффлайн — это такая спорная вещь. Возможно, когда-нибудь мы к ней придем, но это пока непонятно. То есть если мы можем считать экономику, когда, там, платя аренду и став за оффлайн, и приводя его из интернета, мы еще остаемся прибыльными, то он будет работать. Слушай, ну ты считаешь, что модель D2C — это будущее ритейла, по сути? Я бы не говорил так вот прям максимально громко, что это будущее ритейла, он все поменяет, но он займет существенную долю в ритейле. Это будет там, я думаю, что до 30% легко, и он будет наравне конкурировать с другими. Я думаю, что вот, например, оффлайн, чистая оффлайн розница, вот ей, скорее всего, уже там написали, что жить ей суждено. То есть если ты не омниканальный ритейлер, то дни твои сочтены. Соответственно, вот мы будем конкурировать с там омниканальными ритейлерами, которые выросли из розницы, и у них, соответственно, другой чуть-чуть, ну, другой менталитет и другой подход. И с маркетплейсами. Слушай, выросли в последнее время достаточно активно. Что у вас сейчас с динамикой, как идут продажи? Слушай, ты знаешь, ну, тьфу-тьфу, рост на самом деле по-прежнему сохраняется. Мы идем по, несмотря на то, что мы сделали там три докризисных, после кризисных сценария, мы идем по такому, ну, почти среднему докризисному сценарию, я бы так сказал, мы там выше ожиданий идем, мы идем по лучшему кризисному сценарию. Поэтому рост сохраняется, растем где-то 25% в месяц в месяц сейчас. Ну, а год-году? Год-году мы растем 60%. Вот сейчас, то есть. Сейчас, лайк по лайк. Апрель, да? Накопительным итогом, да. Слушай, ну, здорово, на самом деле, очень рад за вас. Что будет дальше, вы планируете? Откроется оффлайн, люди смогут пойти купить матрасы там по уже рассказанной тобою последовательности действий. Что будет после открытия оффлайна с вашими продажами? Слушай, ну, во-первых, оффлайн откроется не весь. Например, Раскона заявила, что они закроют полный магазинов. И я думаю, что их франчези просто не все откроются. Маленькие магазины тоже не факт, что откроются. Поэтому оффлайн откроется сильно побитый. Это раз, два, то есть, ну, как мы ожидаем, что будет какая-то коррекция к, там, уровню вот этого роста. Но все равно, лайк по лайк мы будем, там, сильно больше прошлого года. То есть, там, мы не будем, может быть, расти 25%, будем расти 10%, условно говоря. И особенности у меня, как бы, сильный большой вопрос, это по поводу первого месяца после локдауна. Потому что все выйдут, у всех появятся траты, которые они до этого не делали, все захотят там куда-то сходить, в зависимости от того, что им дадут, куда тратить. Если, условно, кинотеатры с ресторанами откроются, что, наверное, там, вряд ли сразу же, то это будет еще существеннее. Если не все откроется, то, ну, все равно появятся какие-то другого рода траты. И, соответственно, там, в общем, весь e-commerce, я думаю, будет скорректирован чуть-чуть. Но глобально все равно уровень у всех останется выше. Слушай, ну, наверняка по своей тематике, наверняка не только по своей тематике, мониторите, как в других странах, где снимается локдаун, развивается ситуация с продажами. Можешь поделиться? Да, у Критео есть шикарный дашборд. Если его никто не видели, то я сильно советую посмотреть. Где дашборд? У Критео. Критео не видел? Критео делает дашборд. На сайте у них? Я скину ссылку тебе. Это очень занимательная история. Они с табло выводят дашборд по всем категориям, по огромному количеству стран. И там мы видим то, что пока... Знаешь, еще просто... На самом деле, как это удивить? Там нет Китая просто, поэтому нельзя сравнить полностью. В Европе еще... То есть только Германия открылась прям так полноценно. И Австрия, я так понимаю. Остальные все очень кутся. В Германии мы видим то, что... Там видно на дашборде то, что... Ну, соответственно, категория там дом и сад и всякие там уличная мебель, она просела сразу же. То есть она вначале подпрыгнула, а потом просела. Вот. А так глобально тренд у них все равно позитивный. То есть он вот так вот раз-раз-раз-раз-раз и идет вверх. То есть есть ужатие, вот как я тебе говорю, по некоторым категориям. Но глобально все равно пока все растет. Слушай, на самом деле, если сможешь ссылку разместить в комментарии к видео, будет очень здорово. Я думаю, многие с удовольствием посмотрят, как и я. На Фейсбуке. Да, на Фейсбуке. Слушай, а какие у вас в данный момент, я не знаю, интересные решения реализовываете? Какие-то новые технологии, может, запустили? Что такое? За счет чего вы умудряетесь расти так сильно год к году и месяц к месяцу? То есть не просто же спрос сам себе подрастает. Вы что-то непрерывно делаете. Можешь рассказать самые такие классные решения запустили, которые... Слушай, ну растем мы за счет того, что у нас есть уровень знания бренда, на самом деле, который нам сильно помогает. Мы тут провели отчет Share of Voice внутри Фейсбука, внутри нашей категории. Выяснили то, что каждый пятый россиянин внутри нашей категории в Фейсбуке видел нас хотя бы один раз. При том, что мы, в принципе, стараемся таргетироваться только на Москву. Мы только недавно открыли Россию. То есть мы не минуем, мы просто зацепили их случайно. Вот. Соответственно, что нам помогло? Ну, какой-то вот одной такой вещи нет. То есть это комплекс мер. Ну, во-первых, мы вошли, я говорю, с уровнем знания. Во-вторых, мы там никогда не останавливаемся с улучшением Фейсбука и Инстаграма. Это как бы наш там главный какая-то главная компетенция и фокус. Ну и помогло нам, наверное, то, что, как и всем, просто то, что... Время радикально сдвинуло фундаментальные привычки у людей. И люди стали больше смотреть на интернет. А мы уже в интернете заняли какую-никакую, но какую-то долю матрасов. Вот Яндекс, если ты увидел, Яндекс.Аналитика, они открыли. Яндекс.Аналитика говорит, что у нас 1,2% доля во всей российском интернете. По матрасам. Или 1,3%. Здорово. Слушай, ну, если говорить про ваши социальные сети, можешь рассказать, как вы это готовите? Потому что у вас на Фейсбуке, по крайней мере, меня догоняет. Я точно совершенно впадаю в этот 1%, потому что мне постоянно показываются бесконечные видео с распаковкой. Нет, 20% у нас охват, поэтому ты не один такой. Ну, понятно. Нет, я вижу просто, наверное, десятки, сотни видео. Какие-то мужики и женщины, причем с какими-то иногда знакомыми лицами. Я не знаю, это друзья или звезды какие-то. Распаковывают матрасы бесконечные. Никто до сих пор, зараза, не пролил это вино. Этот стакан с каким-то темным напитком не пролил на этот матрас. Я каждый раз смотрю, жду. Когда же это случится? Расскажи, пожалуйста, что вы делаете по этому каналу, где ты сказал, что основные компетенции сосредоточены. Как у вас получается его настолько шикарно использовать? Ну, слушай, во-первых, мы читаем инструкции, знаешь, и понимаем хорошо возможности Фейсбука. И стараемся использовать их по полной. Мы советуемся с коллегами по цеху в Западном и смотрим, что они делают. Это нам тоже сильно помогает. И смотрим очень глубоко, что они делают. Входят до разбора рекламных компаний, насколько нам это дает возможности. И историю успеха их. Что мы делаем глобально? Мы разворачиваем просто воронку, и способ продаж у нас совершенно иной. То есть мы не работаем с готовым спросом, а мы стараемся этот спрос создать сами. И поэтому это нам позволяет частично тоже как-то сильно дифференцироваться от существующих игроков. То есть у нас модель коммуникации, она совершенно другая. Она основана на каких-то ценностях, которые мы стараемся доносить. И там УТП, которые нас сильно отличают от конкурентов. Ну и все-таки вы используете какие платформы, площадки для этого в первую очередь? Фейсбук, Инстаграм? Фейсбук, Инстаграм. Одноклассники мы пробовали, не очень сработали, но мы будем пробовать еще. ВКонтакте у нас тоже работает, ну там чуть-чуть. Яндекс, Гугл у нас тоже сильно работает на самом деле. Ну то есть мы используем все, и у нас, так как принятие решения, оно занимает там где-то 8 дней, это мультиканальная и кросс-девайсовая атрибуция, то это куча каналов, которые участвуют в принятии решения. То есть люди из Фейсбука, которые познакомились с нами на мобильном телефоне, потом совершают там на работе, но это обычно до COVID-кейс, совершают на работе конверсию, зайдя через Яндекс, там найдя нас по каким-нибудь запросам конверсионным. А откуда у вас столько видеоконтента? Ну мы генерируем сами и постоянно с этим работаем. И очень много работаем с блогерами, которые нам тоже помогают частично с контентом. Слушай, то есть все эти видео бесконечные, которые показываются мне, это целенаправленная работа с блогерами. Я думал, вы просто клиентам своим обещаете какие-то плюшки дополнительные и просите их снять видео. Ну по-разному. Есть и такое, есть совершенно разные. То есть там есть внутри и UGC контент, честный такой user-generated контент, есть контент, который мы сняли с блогером, есть контент, который мы сняли сами, есть контент, который мы потом взяли и там смонтировали что-то из того, что есть. Ну и соответственно мы понимаем, то есть у нас есть воронка, внутри этой воронки есть распределение по контенту и мы понимаем, что окей, в какой-то момент там охватные компании, в охватных компаниях перегорел уже весь контент, значит нам нужен новый. Кто занимается всем этим? Вот все эти воронки построить и понять, какой контент, в какой момент кому показывать? Ну, маркетинг, в принципе, мы маркетинговые компании, я считаю, больше, чем матрасная, и у нас половина сотрудников компании так или иначе связана с маркетингом. Но у вас полностью ин-хаус? У нас часть ин-хаус, часть аутсорс, но как только мы понимаем то, что этот канал сильно там, вот как, например, скоро произойдет явно совершенно с Яндексом с Гуглом, сильно представляет там большую цену для нас, то мы переводим его сразу же ин-хаус. Понятно. А как выглядит тогда, можешь рассказать ваш отдел маркетинга? То есть какие там должности есть, как весь процесс построен? Есть не секрет, конечно. Ну, CMO, Junior, CMM, SMM. Это люди или отделы? Ну, в смысле, SMM это... Люди. Вот, и дальше, соответственно, контекст, аналитика. Что у нас еще там есть? SMM, контекст, аналитика, это все по одному человеку, да? Да, да. Я не скажу из этого, наверное, чтобы просто там не раскрывать полностью. Я не скажу, что из этого аутсорс, аутстайфинг, что ин-хаус, SEO. Ну, и, соответственно, и дальше вот у нас там еще много вокруг этого подключено людей смежных, которые там работают от агентств, например, каких-то, которые выполняют там часть функций, либо там от подрядчиков. Слушай, а интеграции с блогерами каким образом вы делаете? Коля Белоусов рассказывал, как они мониторят скоринговые свои какие-то модели, создают. Как у вас идет выбор подрядчиков, блогеров для интеграции? Слушай, у нас идет он аудиторно, то есть мы мы понимаем очень хорошо нашу аудиторию и с ней часто очень общаемся, взаимодействуем, спрашиваем, понимаем их привычки, понимаем проблемы и так далее. и стараемся найти либо блогеров, у которых есть аудитория такая, либо блогеры, которые могут резонировать, не имея аудитории, но могут резонировать, то есть они просто не охватные сами все, но они при этом могут резонировать в этой аудитории все равно. То есть они, ну это как личность, они известны. Ну и плюс, в принципе, как бы там какие-то селебрити, которые опять же там могут резонировать в нашей аудитории, они подходят. Ну и И в последнюю очередь это, наверное, блогеры, которые нам просто подходят по задаче контента. Иногда тоже такое происходит. Ну а выбираете-то как? То есть сидит у вас кто-нибудь СММщик, сидит в Инстаграме, смотрит, о, Волочкова, о, давайте Волочковой напишем. Да, ну с Волочковой примерно так и было, и как бы Волочкова — это история про охват скорее и про резонанс. То есть задача от рекламы, чтобы ты, во-первых, остановил свое внимание и потом вызвал какую-то эмоцию, негативную и позитивную, и то и другое хорошо работает. И с Волочковой как раз ровно так и происходило. Там, может быть, смещение было даже больше чуть-чуть негативное, но для нас это, то есть мы умеем потом это перерабатывать. Ты сказал, что вы часто очень спрашиваете свою аудиторию. Как вы ее спрашиваете? Проводим опросы, пост-обзвоны, считываем вовлечения внутри постов и внутри рекламы. Что еще? Ну вот, наверное, все. Ясно, я думал, какая-нибудь уникальная, может быть, технология. Ну, ты знаешь, я тебе скажу, что даже то, что я перечислил, это делает вот эти все вещи базовые, которые мы все знаем. Их на самом деле делает очень много, очень мало кто. То есть, например, там какой-то customer development, прямо такой casdev. Я думаю, что в e-com ты можешь там по пальцам перечислять людей, которые его делали. Вот. И это же, в принципе, casdev — это непрекращающийся процесс. Ты там открываешь новые рынки, новые города, там другая, может быть, аудитория. Может быть, там надо провести заново casdev и понять, точно ли мы отвечаем на те проблемы, закрываем те проблемы, которые там были релевантны нам в другом городе. Слушай, про видеоотзывы, все-таки, которые вы используете в рекламе. Я, на самом деле, глядя на твои как раз видео, на ваши видео, постоянно хожу иною, ходил и ныл, теперь пишу иною в маркетинг, говорю, что нам нужно очень отзывы собирать, и мы не можем пока понять, как. То есть, мы, ты знаешь, продаем оборудование достаточно большое, тяжелое, оно не всегда тяжелое, но каким образом нам можно было бы собирать, вот подойти к этому, можешь посоветовать? Слушай, ну, Фам, очень просто. Ты смотрел, знаешь, такую компанию Native, которая дезодоранты продает? Слушай, у меня ощущение, что мне кто-то про это рассказывал, может быть, и ты даже. Я думаю, что Асокин мог тебе рассказывать про нее, он любит тоже проводить пример ее, потому что они, правда, крутые ребята. Это чуваки, которые на одном продукте, одном монобренд, сделали огромный директор консюмер-бизнес, который они продали, по-моему, 200 миллионов долларов, у них был один дезодорант, и основной двигатель у них был в том, что они просили людей, прям вот до самых деталей, до самых, как бы, они с ума сходили, это главное их было, как бы, до психоза, они просили их сделать видеоотзыв о дезодоранте. Представляешь, что такое видеоотзыв о дезодоранте? Типа, ну, я там помазал себя, все прекрасно, не потею, вот. Или это сумасшедший продукт. То есть ты, на самом деле, сейчас их купил про Камебелу, уже не найдешь сразу же эти видосы, но ты можешь их полистать. И у них было маниакальное желание получить обратную связь от клиентов на таком достаточно странном продукте. У вас тоже продукт непростой, поэтому мне кажется, что вам надо просто просить людей, которых там либо LPR-ов, либо те, которые их реально закупают, те, которые юзают, просто снимать селфи там на 12 секунд и говорить то, что вот я заказал в ForOffice, было суперудобно, этот там продукт, который отвечает моим там потребностям, он закрывает полностью там мои ожидания, проблемы, все. И вот такое вот даже скучное, и ты эмпирически придешь к тому, ну, к скрипту этого видео, то есть ты поймешь, что нужно, чтобы клиент говорил, чтобы другую увидел и получил ответ на вопросы. И будешь просто посылать всем скрипты, очень простые, главное не перегружать их на 12 секунд. Никто не будет делать 100% скрипта, но он тебе закроет там 80% твоих задач. Соответственно, у тебя будет куча селфи-видео, которые ты потом можешь использовать на сайте, в рекламе и так далее. Ну, а посылать куда эти запросы, просьбы? Ну, к клиентам твоим, которые покупают. Вот я тебе говорю. Ну, то есть почты в мессенджерах или звонить. Да, да, но это селфи должны прям сразу же просить. Ты можешь это просить на стадии продаж, например, использовать это как механизм, что там мы дадим вам 5% скидку за то, что вы записываете потом в видеоотзыве. Либо после постфактума на каком-нибудь НПС опросе, там, в постобзоне, просить любезно. Я не знаю, как у тебя построен отдел продаж, он там личный или не личный, как строится продаж. Их несколько разных штук, поэтому там это все достаточно сложно. Найти можно вариант. Но при этом вы записываете, если присылают видео, вы не просите, и скажите, пожалуйста, в конце фразу, что вы не против, если мы разместим это видео там-то, там-то, там-то. Каким образом вы с точки зрения именно вот этой безопасности или закона? Ты знаешь, мы по-разному тут как бы иногда мы говорим с блогерами, мы подписываем договор со всеми и так далее. То есть мы стараемся... Клиенты, как правило, такого не просят. То есть они... Если он уже решился записать тебе видео, то он как бы уже, ну, так... Устно тебе дает как бы добро, условно говоря, на то, что ты используешь. Зачем тебе видео? Ты же не просто себе хочешь WhatsApp сохранить, правильно? Ну, понятно. Ну, все-таки тонкое место достаточно, да, получается? Да, ну, просто это ты... Я не думаю, что у тебя будет клиент потом приходить за... Но даже если он придет, то извинишься и снимешь его. Знаешь, практика показывает, если ты о чем-то подумал и решил, что да нет, этого не может случиться, это 100% произойдет. Не, ну, ты можешь... Окей, ты можешь там в переписке сказать, Путин тебя акцепнет то, что он не против использовать. Ну, это понятно, да. Все, я думал, вдруг у вас как-то используется это. Слушай, если возвращаться к D2C, сейчас появляется огромное количество совершенно разных брендов, разных производителей. Кто-то шьет какую-то одежду, кто-то выпиливает подсвечники ручной работы из дерева, из железа. То есть кто что только не делает. И в целом, я-то, насколько я понимаю, что тренд такой открытия новых производств, развития производств, создания разных интересных брендов с историями, он так повосходяще идет, и это будет все еще активнее и активнее развиваться в России. Если говорить вот про D2C, каким образом небольшому производству, придумавшего какой-нибудь бренд, стоит дальше развивать свои продажи по этой модели, вот с чего начинать, по сути? Слушай, ну, я бы сделал какую-то стратегию развития бренда, понять, там, надо понять аудиторию, сделал бы CastDev, вот, понял бы, где находится эта аудитория, какие каналы, дальше бы начал как бы продвигать бренд в этих каналах. И дальше надо понять, каналы продаж, через что ты продаешь, будешь продавать сам, или ты пойдешь, например, через Marketplace. Это тоже у тебя вполне рабочая модель, когда у тебя D2C бизнес, который витриной является Marketplace. Если тебе позволяет маржинальность, а это там с многими Marketplace, это точно ты можешь сделать, то вполне себе рабочая история. Ну, по сути, если говорить про Marketplace, то Wildberries, по-моему, недавно говорили о том, что у них уже 20 тысяч производителей собрано на платформе. Это производители узко, ну, в основной массе, насколько я понимаю, узко заточены именно под Wildberries, под Marketplace, создали продукт, и как продавать, а как-нибудь продадим. Мы вчера с женой только разговаривали, сидели дома о небольшом производстве, как раз, как будем продавать, ну, на Marketplace выкинем и посмотрим, будет, не будет продаваться. Но разработать все-таки стратегию и двинуться мимо Marketplace, ну, не только через Marketplace, это полезно. И здесь, наверное, большой вопрос, если нет компетенции ни в маркетинге, ни в понимании о том, какая у тебя аудитория, клиенты, там, подсвечники натурально делаешь из дерева. Кто клиент? Ну, все клиенты у меня. Кому понравится, то ты купишь. Это совершенно стандартный ответ. Такой вопрос. То есть здесь все-таки в таком случае, то есть легче действительно на Marketplace пойти или, я не знаю, там, в какое-то маркетинге агентство обратиться. Смотри, у тебя редко, когда будет товар без бренда, продаваться на Marketplace. Точнее, он может, конечно, продаваться, когда есть на него потребность большая. Но что-то там, батарейки, например, у тебя будут продавать. Какая разница, какого бренда, так у вас же батарейки. Это не привязано вообще. Именно поэтому Amazon делает свои батарейки, например. Ну, такие категории есть, какие-то там регулярного полдежа, рекуррентного там какой-то покупки. Вот. Если ты заходишь в Marketplace с товаром и с брендом, то у тебя совершенно другая ценность появляется, потому что ты как бы, ну, во-первых, ты… То есть Marketplace — это то же самое и наш e-commerce, просто вывернутый чуть-чуть по-другому. Они за тебя берут, за их стоимость, они берут за их маржу, они берут и делают за нас часть процессов, понятно, для нас. То есть если ты там производитель, который не понимает ничего в e-commerce, я бы вошел вначале в Marketplace. Но это не мешает тебе, и это комплементарно, и наоборот лучше так делать, параллельно развивать бренд, потому что люди все равно должны откуда-то о тебе узнать. Потому что вот мы смотрим там, например, даже вот мы заходим со своим, с BlueSleep, у нас есть уровень знаний, и мы продаемся, у нас очень хорошая динамика в Marketplace, именно потому что есть уровень знания. Потому что люди заходят, даже если они не знают нас, они открывают еще одну вкладку, смотрят, что такое BlueSleep, знакомятся с нами, и потом в конечном итоге могут купить или у нас же, или, ну, чаще всего Marketplace, потому что там удобнее. Вот. А как понять клиента? Да, ну, как, прочитать пару книг каких-нибудь там про стартаперских, простых, и про Customer Development, и понять, и сделать серию интервью качественных и количеств. Найти всех людей, которые покупали подсвечники, поговорить с ним, почему они покупали, какую они проблему решали, чем они живут, там и так далее. На самом деле у меня дело делается, что построить небольшое агентство, ориентированное на малый бизнес, на малых производителей, как раз помогающих отстроить D2C, это такая интересная вещь, но единственное, очень низкие чеки. Ну, то есть, можно было бы попробовать, если кто-то этим занимается, напишите мне, пожалуйста, интересно было бы поговорить, провести исследование. Слушай, а вы сами продаетесь на Marketplace? Мы, да. На всех? Нет. На Wildberries мы не успели зайти, там закрыто КГТ, и если кто-нибудь из Wildberries слушает, пожалуйста, напишите мне, потому что с вами, коллеги, очень сложно связываться. На всех остальных мы в том или ином виде стоим, но не считая там профильных для моды какой-нибудь, это не наша история. То есть, мы стоим в озоне Беру и Куц. В Али мы боимся идти, потому что есть гипотеза, что будем ассоциироваться с китайским брендом. Ну, вот я, честно говоря, не полностью с ней согласен, но тестировать стремно. Вот, потому что если так произойдет, то, ну, можем себе чуть-чуть подпортить репутацию. Слушай, но вы не чувствуете, что часть ваших продаж сжирают просто Marketplace, и клиенты, ну, например, мне понадобился матрас, я вместо того, чтобы пойти на BlueSleep, пошел и заказал на Goods, просто потому что у меня там бонусные баллы копятся. Ну, вот видишь, ты сказал очень правильную вещь, что там есть бонусные баллы, то есть, может быть, ты не заказал бы без бонусных баллов вообще не купил бы этот матрас, потому что, ну, как бы, у тебя лояльность есть к площадке, это раз. Два, для нас на стадии роста как бы не так критично, и вот эта ганнибализация на рынках присутствия, мы гораздо больше получаем плюс от них за счет там расширенных рынков присутствия самого Marketplace. Мы не можем зайти сами там в силу того, что мы не отстроили логистику так круто, как они там на всю Россию и так быстро. То есть, для нас это... комплементарный инструмент там масштабирования бизнеса, который сейчас... у которого сейчас есть уникальная ситуация с фондированием и с бешеным количеством трафика у всех. Поэтому я думаю, что... Ну, то есть, если не сейчас, то точно там никогда уже не нужно будет использовать Marketplace. Слушай, там вопрос от главного тролля на Фейсбуке. Ранее у Блюз Слип была услуга вывоза старого матраса. Сейчас на сайте не нашел. Специально сняли? Нет спроса? Или какая причина? Все есть. Не знаю, почему не нашел. Узнаю. А кто там главный тролль? Денис Тюрин. Он умудряется найти ошибки во всех рассылках. Да, он мне сегодня уже прислал ошибку одну. Я ему благодарен. Меня он присылает каждый день. Да. Дэн, я не знаю, что-то не нашел, но я посмотрю. Ну, у вас, может быть, специально для таких клиентов троллей специально не показывается услуга, а то вдруг они будут пользоваться слишком активно. То есть, опять-таки, ваши маркетологи приняли такое решение настроить. Слушай, а как ты видишь в целом вообще будущее ритейла? Вы строите такую относительно новую модель, и каким образом она укладывается в это будущее в перспективе за пяти лет? Наверняка же вы, как работающая с инвесторами компания, строила какие-то планы, прогнозы. То есть, на какой вид вообще ритейла вы ориентируетесь в будущем? Ну, как я тебе говорил, мы как бы считаем, что у D2C бизнесов в своих нишах есть своя доля, которую они должны забрать неминуемо. Поэтому это как бы наша фундаментальная первая такой предпосылка. А так глобально мы считаем то, что и в ритейле потенциально тоже есть в офлайн ритейле тоже есть место D2C. И тому примеров тоже есть масса на Западе. Warby Parker, у которого сеть большая, магазины с этими сачками и с очки, в общем, для зрения, с диоптриями, без и солнцезащитные. У них какая-то на 180 магазинов или что-то такое, ну, большая сеть, и они прибыльные. Вот. Амазон тот же пошел в ритейл неспроста, потому что он как бы понимает, он взял и переработал этот ритейл заново, и он понимает, как сделать так, чтобы этот ритейл заработал, потому что он как бы digital native является. поэтому наша логика в том, что мы все равно будем стараться быть, наверное, в интернете по максимуму. Если мы найдем работающую бизнес-модель в оффлайне, то точно туда пойдем и, наверное, будем ее тестировать. Слушай, ну и расскажи, пожалуйста, ты сам находишься на самоизоляции, как вообще ты строишь свою работу сейчас? Ну, я думаю, что я, как и все, задолбался уже слегка сидеть в четырех стенах, иногда выезжаю на дачу, но глобально работа очень эффективная, времени стало больше, работать становишься на самом деле тоже больше. Мы выстроили как бы всю систему, там вот могу, я на Фейсбуке писал комментарий моего друга Макса, который делает, значит, он рассказывает про организацию работы на удаленке. Очень советую обратиться, он мне сильно помог, на самом деле, Макс Панфилов, с организацией вот всего бизнес-процесса на удаленке. Там у нас есть часть собраний летучек, есть регулярные вопросники, чтобы понять, как команда себя чувствует, есть там куча разных веток полезных, которые мы сделали в Slack'е и так далее. Ну и в принципе, я думаю, что как и все люди, мы задаемся вопросом, как и весь бизнес сейчас задается вопросом, нужен ли вообще офис после этого всего. И как вы на него отвечаете? Слушай, ну у нас офис был шоурумом, который себя с лихвой отбивал за счет каких-то частичных тех самых оффлайн касаний. Поэтому моя позиция, что шоурумы мы наставим по поводу офиса, будем сильно думать еще. Ну точнее, если мы будем расти и нанимать людей, то точно не будем увеличивать офис. Это я точно понимаю. Понятно. Но вы планируете в начале июня выходить на работу обратно? Да, да, планируем. Ну потому что уже просто хочется поменять что-то, понимаешь, надо выйти просто из дома, все уже соскучились. У тебя какая позиция по офисам, скажи мне? По офису? Слушай, я пока не определился, честно говоря, потому что бизнес у меня совершенно разный есть, и где-то нужно работать, где-то уже работает. С офисом пока непонятно, то есть мы сейчас посмотрим по ходу, но я думаю, что только основные отделы, если говорить про форофис будут выходить в первую очередь. Но мы это как раз в данный момент решаем, пока еще непонятно на самом деле, что будет с 1 июня. Мы там активно следим за всеми новостями, выступлениями, указами, и есть некое подозрение, что все-таки не дадут выйти чисто офис, мы просто на работу, только у нас работает склад, доставка, естественно, все это время, но вот есть опасения, что, или там мнение, что офисы могут и не пустить, поэтому мы ждем просто в текущем режиме, замониторим всю эту ситуацию и будем уже отталкиваться от текущих разрешений, каким образом и что можно будет делать. Но для меня радость, сегодня торговый центр объявил, что ателье, мы смогут начать работать с 1 июня, что префектура выдала там такое разрешение, то есть весь торговый центр именно ателье, это какое-то... Ателье, химчистка, отделение банка и, может, еще кто-то, я не помню, то есть там весь торговый центр, только это будет открыто, магазины закрыты, то есть, а, и салон красоты еще можно будет, то есть, ну, это по нашему округу, там, это по одному, в другом месте сказали вообще работайте. Так что, ну, то есть это все очень индивидуально на самом деле, тут надо смотреть, но в целом понимание того, чтобы вводить многие из отделов, которым не требуется непрерывная коммуникация, как, предположим, отдел продаж, закупки, другой отдел продаж, третий отдел продаж между собой и с руководителями, то есть там необходима постоянная коммуникация и действительно большой плюс, я общаюсь сейчас с большим количеством людей, наших с тобой коллег, я слышу о том, что это действительно сильное конкурентное преимущество для тех, кто либо в другом регионе находился и у них не были закрыты офисы, можно было продолжать работать, либо те, кто просто, с моей точки зрения, не очень заботился о своих сотрудников и как интернет-магазин продолжил работать все равно, несмотря ни на что, ну, потому что лазейка была и, в принципе, можно было, они получили действительно конкурентное преимущество. Насколько стоит этим воспользоваться и в каком формате с 1 июня, когда нас выпустят, надо будет принимать решение, наверное, уже ближе к этому выходу, поэтому я пока не определился, то есть, но я однозначно понимаю, что в итоге, когда все станет по-прежнему, все должны работать из офиса, потому что эффективность на удаленке, она хороша у руководителей в первую очередь, но остальным достаточно тяжело бывает и руководителям тоже справиться с детьми, со своим просто там домашним тайм-менеджмент, тайм-менеджмент дом построить правильный и офис, он ускоряет все-таки все процессы, ускоряет общение, упрощает решение вопросов, поэтому без офиса никуда, к сожалению, в нашей тематике, но рекламное агентство, например, может быть, и не будет больше в офисе работать, то есть, тут все, конечно, зависит от тематики очень сильно. Свободный график или шерить пату, ты не думал, но стол? Слушай, ну, все очень, опять-таки, сильно зависит от тематики, когда у тебя стол завален договорами с клиентами, и тебе их необходимо подписать, согласовать, то есть, кого-то другого пустить или не выйти на работу или преступление против компании. Поэтому, естественно, обо всем об этом думаем, естественно, пытаемся какие-то практики изучить, кто что интересного сделал, но по умолчанию я считаю, что у компании, я про e-commerce, про ритейл говорю, центральный офис должен быть работающий, это факт, с моей точки зрения. Такая вот история. Это что, Гош, спасибо большое, что пришло время присоединиться, тебе хорошего вечера и отличных продаж, давайте еще 60-100% год к году будем радоваться. Давай. Пока. Спасибо. Спасибо.